Всем привет, это Деньги24. Меня зовут Евгений Беляков и ближайшие 5 минут все самое интересное из мира экономики и личных финансов. Где лучшие ставки? У нас в банках. В конце июля Центробанк поднял ключевую ставку с 16 до 18 процентов годовых. В ЦБ дали понять, что в этом году ждать ее снижение не стоит, а вот повысится она может вполне. Мы решили проверить, что происходит со ставками по вкладам, куда сейчас можно положить деньги под самый высокий процент и как банкиры хитрят, чтобы завлечь наивных вкладчиков. Вот в этом давайте сегодня и разберемся. Начнем, как всегда, с цифр. Накопления россиян в банках увеличиваются темпами вдвое выше инфляции. Если год назад на счетах было около 40 триллионов рублей, то в этом июне больше 49 триллионов, а сейчас сумма точно перевалила за 50. Тут и вклады, и остатки на счетах, как текущих, так и накопительных. В общем, все деньги, которые есть в распоряжении у физических лиц. По прогнозу ЦБ в этом году сбережения вырастут на 15-20 процентов, причем половина прироста. Это будут проценты по вкладам и счетам, другая половина – дополнительные сбережения клиентов. При этом в ближайшее время рост даже ускорится. Во-первых, часть клиентов выводят деньги с биржи и пересиживают турбулентные времена в надежных банковских вкладах. Во-вторых, постепенно растут и ставки по этим вкладам. Клиенты перекладывают деньги из одного банка в другой, в надежде получить более высокий процент. По данным ЦБ, год назад максимальная процентная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках составляла около 8% годовых. Сейчас она выросла более чем вдвое. При этом отдельные банки предлагают даже около 20% годовых. Конкуренция между банками за наши с вами деньги в последние месяцы усилилась, ведь с 1 мая по системе быстрых платежей можно отправлять самому себе до 30 миллионов рублей в месяц без комиссий. Поэтому теперь не нужно, озираясь, стоять у банкомата одного банка, чтобы снять наличку, а потом также, озираясь, мелкими перебежками добираться до отделения другого банка и там уже открывать более доходный вклад. Сейчас все можно сделать удаленно, быстро и бесплатно. Правда, щедрость банкиров не безвозмездная. Многие банки дают высокие ставки не просто так, а с кучей условий. И вот наиболее частые уловки. Первое и, наверное, самое популярное. Условия действуют только для новых клиентов банка. Тем самым кредитные организации переманивают друг у друга обладателей лишних денег. Если захотите переложить деньги со старого вклада и открыть новый на выгодных условиях, так сделать не получится. Процент дадут гораздо ниже. Вторая уловка – волшебный предлог «до» в рекламе. И вот конкретный пример. Один из банков обещает вклад доходностью до 21% годовых. Да еще на 400 дней. Казалось бы, надо брать. Но при ближайшем рассмотрении полная доходность будет гораздо ниже. Потому что доход начисляется по хитрой схеме. Первые 4 месяца на сумму депозита будет начисляться лишь 13%. А вот обещанный 21% годовых будет начисляться только в последние 3 месяца вклада. В результате реальный доход по такому депозиту составляет лишь 16% с небольшим процентом годовых, а вовсе не 21%. Третья уловка – короткий срок. Например, на 2 или 3 месяца. Банк не готов брать на себя большие обязательства на длительный срок, а клиента высокой ставкой можно завлечь. И он с большой вероятностью останется. Кроме того, жирное предложение на очень короткий срок – опять-таки отличная возможность написать высокий процент в рекламе. Вроде и не обманули, а клиента все же привлекли. Четвертая уловка – длинный срок. Например, на 3 года. Вы спросите, ну, а тут-то что не так? Радоваться надо, что на несколько лет смогли зафиксировать хорошую доходность. Согласен, все так и есть. Но риски здесь тоже остаются. К примеру, я 2 года назад открыл 3-летний вклад под очень высокие тогда 8,5% годовых. Радовался, потому что тоже был уверен, что ставка пойдет не вверх, а вниз. Но произошло ровно наоборот. Теперь вот сижу, потому что закрывать жалко, иначе потеряю все накопленные проценты. Но и выходить тоже не факт, потому что за оставшееся время могу и не компенсировать их более высокой ставкой. Пятая уловка – подключение пакета услуг. Многие банки превратились в экосистемы, поэтому активно продвигают другие свои сервисы. Зачастую просто навязывают их клиентам. К примеру, предлагают заведомо невыгодные условия тем, кто оформляет только вклад и ничего больше. При этом за пакет услуг приходится платить несколько сотен рублей в месяц, либо выполнять набор условий, которые включают в себя, например, оборот по карте или минимальный размер ежемесячных поступлений. Не выполняете – ставка по вкладу тут же падает. И выходит, что ожидали получить хороший доход, а он оказался сильно меньше. И, наконец, еще одна уловка – это высокий процент при покупке дополнительных финансовых продуктов. Тут самые щедрые ставки. Один из банков, например, предлагает аж 23% годовых, но в этом случае нужно еще и купить полис накопительного страхования жизни и, естественно, оплачивать его в течение нескольких лет. Щедрость банка здесь тоже объяснима. Как правило, подобные страховые продукты стоят довольно дорого. Комиссия банка немаленькая и она включена в стоимость полиса. То есть одной рукой банк даст вам 23% годовых по вкладу, а другой заберет у вас несколько процентов годовых в виде комиссии от стоимости полиса. В общем, при выборе вклада внимательно читайте все условия. Обычно они указаны на сайте или в мобильном приложении. Старайтесь выбирать простые продукты, где все предельно ясно. Вложил столько – получил столько. Ну или считайте собственную выгоду. Возможно, вам ничего не будет стоить выполнить условия банка, и тогда вы получите доходность чуть выше рынка. Ну и, конечно, не забывайте про лестницу вкладов. Размещайте свободные деньги на разные сроки, чтобы всегда иметь возможность маневра. А то вдруг ключевая ставка вырастет еще, а вы уже разместили кучу денег на длительный срок. Будет тогда очень обидно, поверьте. Размещайте деньги с умом и с выгодой. Это были деньги 24. Увидимся.